Друзья, мы на самом деле можем поговорить, мы не можем пользоваться аппаратурой, но мы можем разговаривать. Мы пришли сюда сказать то, что эта трагедия может повториться, потому что, к сожалению, практика изъятия детей у семей, гостей нашей страны, она никуда не делась. И, к сожалению, малолетних детей изымают у родителей, они месяцами не видятся, и что с ними может случиться, и какой-то стресс для ребенка. Трудно себе представить. Мы провели общественное расследование по фактам этого нарушения, и на самом деле выявили, что умрали – это всего лишь то, что мы увидели сразу же, то есть как бы вспыхнуло и загорелось. А на самом деле, когда пришли в СУФСИК, оказалось, что это системное нарушение. Все женщины, которые попадают, у которых были детей, после детей изымали. Мы знали только случай с умрали, но не знали, и вот я специально это предоставил для этих, для ФРУС. На девятом месяце беременности была с двумя детьми доставлена. Друг детей отправили в дом, в том приют «Транзит», а на девятом месяце беременности она родила в СУФСИГе. Зухара больше шуток сидела в аэропорту беременная. То есть находилась, то есть они не получают там ни питания дополнительного, ни медицинского обслуживания, ни УЗИ не делают. То есть если в тюрьме, например, по постановлению 205 правительства предусмотрено питание тюремное дополнительно, то в СУФСИГах по постановлению правительства 206, то есть мы выявили, что никакого питания, никакого медицинского обслуживания им не предусмотрено, кроме элементарного проверка чесотки, туберкулез и сифилис. Не было никаких оснований принудительно доставлять мать в полицию, не имели права отбирать ребенка, не имели права объявлять его подкинутым и брошенным, не имели права его отвозить в этот центр на Цымбалино, отказав, кстати, бабушке с документами тоже его туда сопровождать. Вот все это делать, на мой взгляд, не имели права категорически. Это все привело к гибели ребенка. И если ребенок при поступлении был осмотрен врачами, как же у него не обнаружили эти неизлечимые все болезни и плохое состояние здоровья? Такое ощущение, что просто его бросили там на несколько часов и оставили умирать. Продолжают утверждать, что никто не виноват, что все сделали правильно, ни одной инструкции не нарушили, мальчик умер. Вот я бы очень советовал тем, кто нас смотрит, представить себе хоть немножко тот невносимый ужас, который полугодовалый ребенок, испытывал, оторванный от матери, последние часы своей жизни. Вот не дай бог никому такое пережить, не дай бог никому пережить такое, как пережила его мать, которая потеряла ребенка из-за бездушия, из-за хаватности, из-за, на мой взгляд, незаконных действий правоохранительных органов и чиновников. Субтитры создавал DimaTorzok